Как работает инсулин? Он является причиной запасания жира, но не делает вас толстым. Многие люди обвиняют инсулин в эпидемии ожирения. Когда вы разберетесь в том, как он в действительности работает, вы поймете, что все это просто глупость. Когда мы слушаем некоторых экспертов, то создается впечатление, будто инсулин настоящий гормон зла, который не только делает нас толстыми, но и диабетиками второго типа. Кроме того, нам говорят, что немаловажную роль в этом заговоре принимают углеводы. Будто при употреблении углеводов мы открываем шлюзы инсулина, который только и делает, что сеет хаос в наших телах. Но верны ли эти утверждения в конце концов? Давайте разбираться, действительно ли в нашем теле присутствует механизм, столь жестко наказывающий нас за прием углеводов. Что же такое инсулин? Инсулин это гормон. Данную субстанцию вырабатывает поджелудочная железа для определенного влияния на функции органов и тканей человека. Инсулин выполняет очень важную работу. Когда вы едите, он обосредованно помогает расщеплять нутриенты на более простые элементы. Белок, на аминокислоты, жиры, на жирные кислоты, углеводы, на глюкозу. Для последующего всасывания в кровоток. Эти нутриенты впоследствии транспортируются из крови в мышцы и жировые клетки. И именно в это время в игру входит сам инсулин. Он помогает транспортировать нутриенты в клетки, будто говоря, им открыть шлюзы и пропустить их внутрь. Когда бы вы не ели, ваше поджелудочное вырабатывает инсулин. По мере того, как нутриенты медленно абсорбируются клетками, уровень инсулина падает до тех пор, пока все питательные вещества не будут абсорбированы. А уровень инсулина не опустится до базового уровня. Этот цикл происходит каждый раз, когда вы едите. Аминокислоты, жирные кислоты, глюкоза находят свой путь в вашей крови благодаря инсулину, который направляет их прямиком в клетки. Когда дело сделано, уровень инсулина падает до нормы. И поджелудочная железа ждет нашего следующего приема пищи, чтобы повторить этот цикл еще раз. Так в чем же проблема инсулина? Если смотреть на инсулин с этой точки зрения, то он выглядит как классный парень. По сути, без него мы даже не сможем жить. Так почему же в таком случае его столь злобно атакуют мейнстримовские гуру? Почему нам говорят, что он делает нас толстыми и больными? Потому что одной из обязанностей инсулина является запасание жира. Он ингибирует процесс расщепления жировых клеток и стимулирует образование новых жировых отложений. То есть, инсулин говорит телу прекратить сжигать жир и начать его запасать, абсорбируя часть жирных кислот и глюкозы из крови и превращая их в еще большее количество жира. Это делает его легкой мишенью и козлом отпущения. И именно поэтому углеводы очень часто привязаны к тому же позорному столбу, что и инсулин. Логика примерно такая. Высокоуглеводная диета равна, высокий уровень инсулина равна, сжигается меньше жира в угоду его запасанию. Ровно становишься все жирнее и жирнее. И потом, как следствие, низкоуглеводная диета равна низкий уровень инсулина. Ровно сжигается больше жира, нежели запасается. Равно становишься худым. Но все это основано на мифах и лженауке. Инсулин действительно запускает процесс накопления жира, но не делает вас толстым. Одно из самых распространенных заявлений в сторону углеводов и инсулина говорит нам о том, что при каждодневном обильном употреблении углеводов ваш уровень инсулина пребывает на хронически высоком уровне. Это, в свою очередь, предположительно приводит к набору веса, так как ваше тело постоянно находится в режиме запасания и очень редко в режиме жиросжигания. Звучит неплохо, но это миф. Действительно, инсулин заставляет жировые клетки абсорбироваться еще больше жирных кислот и глюкозы. Таким образом, они становятся больше, но не это делает вас толстым. Толстым вас делает переедание. Если это не имеет для вас никакого смысла, давайте быстренько разберемся в том, что же такое энергетический баланс и как он позволяет набирать и терять жир. Энергетический баланс – это пропорция между тем, сколько вы сожгли калорий за день и сколько их употребили. Если вы дадите своему телу хоть немного больше энергии, потраченной за день, все эти лишние калории превратятся в жир. Таким образом, вы будете очень медленно набирать в весе. Это происходит для запасания энергии про запас. И если вы едите меньше обычного, то данный излишек постепенно расходуется, и как следствие вы медленно худеете. В любое время вашему телу требуется определенное количество глюкозы, просто для того, чтобы оставаться в живых. Это крайне жизненно важное топливо, которое каждая клетка нашего организма использует для своей работы. И такой орган, как мозг, нуждается в нем значительно больше всех остальных. Когда вы едите пищу, вы даете своему телу определенный заряд энергии, калорий на короткий период времени. В обыденной жизни подъем уровня глюкозы зачастую достигает таких высот, которые совершенно не нужны для жизнедеятельности нашего тела. И вместо того, чтобы эту лишнюю энергию сжигать, мы из-за своего малоподвижного образа жизни запасаем ее в жировую ткань. Говоря научным языком, когда ваше тело поглощает питательные вещества и запасает жир, это постпрандиальное состояние. Пост означает после, а прондиальное прием пищи. Данное состояние сытости наступает тогда, когда тело входит в режим запасания жира. Когда тело заканчивает абсорбировать глюкозу и другие нутриенты из еды, аминокислоты и жирные кислоты, оно входит в постабсортивное состояние после поглощения, в котором оно должно обратиться к жировым отложениям для получения дополнительной энергии. Это голодное состояние запускает режим жиросжигания. Если вы находите в балансе на протяжении всего дня, то ваш вес остается неизменным. Если же вы запасаете больше жира, нежели его сжигаете, то, соответственно, благодаря перееданию становитесь толще. И если вы сжигаете больше запасаемого, то становитесь худым. Это фундаментальный механизм, лежащий в основе запасания и сжигания жира. И он является главнейшим, а не инсулин, либо какой-то другой гормон. Проще говоря, вы можете становиться толще, поедая пищу больше, нежели сжигая калории за день. И в то же время вы не сможете стать худым, тратя энергии больше получаемой. Не имеет никакого значения, также, сколько много вы съедаете углеводов или насколько высок ваш уровень инсулина в течение дня. Это первый закон термодинамики. За работой. Жировые отложения не могут быть увеличены без предоставления избыточной энергии. И также не могут быть уменьшены без ее ограничения. Вот почему исследование показало, что до тех пор, пока человек ест калорий меньше, чем расходует, он будет терять в весе. Независимо от того, на какой диете находит высоко-либо же низкоуглеводный. Именно благодаря этому профессору Марку Хоббу удалось похудеть на 12 кг, питаясь преимущественно различными сладостями. Он просто употреблял калорий меньше сжигаемых за день. Суть в том, что уровень инсулина и количество съеденных углеводов имеют мало общего с тем, набираете вы вес или же теряете его, ключ в балансе энергии. Инсулин является не единственной субстанцией, запускающей процесс запасания жира. Вы уже знаете, что благодаря инсулину жировые клетки абсорбируют глюкозу и жирные кислоты. Что ж, есть еще одна причина, по вине которой происходит набор лишнего веса. Ваши жировые клетки содержат в себе энзим, называемый гормон чувствительной липазой, которая помогает расщеплять жир на жировые кислоты для последующего жиросжигания. Инсулин подавляет деятельность и таким образом, как полагают, способствует набору в весе. Так вот, некоторые хейтеры углеводов и инсулина любят игнорировать тот факт, что пищевой жир также подавляет деятельность. И это при всем том, что пищевому жиру не нужен инсулин для того, чтобы стать частью ваших собственных жировых отложений. Именно по этой причине вы не можете есть столько жира, сколько захотите, и при этом худеть. Есть даже исследования, показавшие, что разделение углеводов и жиров на разные приемы не имеет никакого значения для потери веса. Еще раз возвращаемся к балансу энергии. Постоянно даете своему телу энергии, больше сжигаемой, неважно из какого источника, белок, углеводы, либо жир. Поправляетесь. Белок также стимулирует выброс инсулина. Это еще один факт, который гуру низкоуглеводных диет стараются избегать. Бывает так, что высокобелковый прием пищи может спровоцировать больший всплеск инсулина, нежели высокоуглеводный. В частности, было доказано, что сывороточный протеин является более инсулиногенным, нежели белый хлеб. А мясо стимулирует выброс инсулина, равный таковой у коричневого риса. И на случай, если вы думаете, что ответ инсулина на белок более длительный и управляемый, что в идеале, конечно же, хорошо, то это не так. Белок вызывает быстрый подъем инсулина с таким же быстрым последующим спадом, в точности как углевод. Иронично, но высокобелковая и высокожировая диета способствует большему набору веса, нежели высокоуглеводная, так как пищевой жир очень легко и быстро переходит в наш собственный. Инсулин не стимулирует голод, он его уменьшает. Это еще один миф, передаваемый из уст в уста, но он был развенчан клиническими исследованиями. По факту, исследование показало, что чем более инсулиногенным является прием пищи, тем более сытым вы себя ощущаете. Это коррелируется с исследованиями, которые доказали, что высокоглеводные приемы пищи приносят больше чувства сытости по сравнению с высокожировыми. Инсулин помогает вам строить мышцы. В то время как инсулин не способствует синтезу белка, он проявляет мощные антикатаболические свойства. Это означает, что при увеличении уровня инсулина шанс разрушения мышц пропорционально снижается. Это, в свою очередь, создает более анаболическое окружение, в котором мышцам значительно проще расти. В теории звучит неплохо, верно? Но то же ли самое скажут нам клинические исследования? Да, именно так. Есть несколько исследований, которые убедительно пока доказывают, что высокоуглеводная диета лучше различных разновидностей низкоуглеводной, если речь идет о построении мышечной массы и силы. Исследования, проведенные в Государственном университете БАЛа, показали, что низкий уровень гликогена, вызванный пониженным употреблением углеводов, ухудшает отзывчивость клеток на рост после тренировок. Опыты, инициированные учеными из Университета Южной Каролины, доказали, что при комбинировании ежедневных упражнений с низкоуглеводной диетой увеличивается уровень кортизола и снижается объем свободного тестостерона. Кортизол, между прочим, является гормоном, расщепляющим ткани, включая мышцы. Если говорить о росте мышц, то вам вряд ли понравится высокий кортизол на фоне низкого свободного тестостерона. Эти исследования помогут объяснить результаты других исследований, направленных на изучение низкоуглеводных диет. Например, исследования, проведенные в Университете Рот-Айленда, призванные установить, как же низко- и высокоуглеводные диеты влияют на разрушение мышечной ткани после упражнений, восстановление силы и белковый метаболизм по всему телу, в целом по окончанию стрессовой тренировки. В результате субъекты, придерживающиеся низкоуглеводной диеты, которая не была такой уж низкоуглеводной, ведь на самом деле они принимали по 226 грамм против 353 грамм из другой группы, потеряли большей силы, а их восстанавливаемость была ниже. При этом также был снижен уровень синтеза протеина. В этом исследовании ученые из МАГ-мастерского университета сравнили высоко- и низкоуглеводные диеты с подопытными, выполняющими упражнения на ноги. Они обнаружили, что те, кто придерживался низкоуглеводной диеты, были более подвержены распаду белка в мышцах и в меньшей степени синтеза новых структур. Посему был отмечен меньший мышечный рост по сравнению с группой, придерживающейся высокоуглеводной диеты. Именно поэтому я никогда не понижаю дозу своих углеводов меньше уровня 1,6 грамма на килограмм веса во время сушки. При этом во время набора я съедаю примерно от 4 до 5 граммов белка на килограмм своего веса. Инсулин не проблема, переедание и сидячий образ жизни настоящая проблема. Если подытожить, то при избыточном весе и малоподвижном образе жизни регулярный прием большого количества углеводов выльется в проблему с долгосрочной перспективой. Ваше тело будет иметь все больше и больше проблем, связанных с инсулином, вплоть до диабета второго типа. И вы подвергнетесь огромному риску сердечных заболеваний. Но если вы останетесь худым, регулярно упражняетесь и придерживаетесь разумной диеты, у вас никогда не будет проблем. Вы будете поддерживать чувствительность к инсулину на должном уровне. И все те углеводы, которые вы съедите, пойдут вам только на пользу. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok